На самом деле. Поэтому покупаю DVD-диски или там Blu-ray, да и все, и смотрю. Но делать не в этом. Вообще, конечно, закон вызывает много вопросов. Вообще, что такое распространение? А если вот я посмотрел DVD-диск и дал посмотреть своему другу, я распространяю или не распространяю? Или мне куда-то в какую-то кассу заплатить или ему заплатить? Неизвестно какую. А если он меня с этого диска переписал, это как? То есть, вы понимаете, мне кажется, это вот все-таки вот это вот ужесточение этого законодательства, это, с одной стороны, явно совершенно игра тех монополий, которые вкладывают деньги в съемки фильмов и так далее, но отнюдь не тех реальных правообладателей, от имени которых они как бы выступают. А с другой стороны, в нынешней ситуации, когда, извините, вот в этом телефоне помещается вся британская энциклопедия, да, которая у меня в кармане, это попытка черпать воду ситом. Это все равно уходит. Поэтому, с моей точки зрения, несмотря на вот эту ожесточенную критику, которую развели вокруг вот этой ситуации с одним процентом, который отстегивается фонду Михалкова, и он там должен распределять среди правообладателей, мне кажется, это более разумно. Это более разумно. Все, так сказать, множительные и прочие приборы и так далее опровадываются определенным налогом, а потом эти средства распределяются правообладателям. Другое дело, как это делать, наверное, это довольно сложно, но, по крайней мере, это разумнее, чем пытаться действительно уже заклядывать каждому в карман и смотреть, он вот DVD, если купил, он, не дай бог, его не это самое, или книжку он не ксерографировал и кому-нибудь в виде ксерокса не подарил, да? То есть это просто смешно.